Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире студия Вечерний Дмитров. Мы рады приветствовать вас на нашем телеканале и надеемся, что ближайший час вы проведете вместе с нами. Ведь сегодня у нас в гостях глава Дмитровского муниципального района Валерий Васильевич Гаврилов. Я надеюсь, что мы узнаем самые свежие новости из жизни района, а у вас, наши уважаемые телезрители, будет прекрасная возможность задать свой вопрос нашему гостю. Так что звоните к нам по телефону 4-24-70, либо пишите на наш сайт dmitrov.tv.ru. Валерий Васильевич, ну вот в минувшее воскресенье произошло событие, прилегшее внимание практически всех центральных средств массовой информации и заставившее поволноваться большинство жителей нашего города. Я имею ввиду пропажу вашего трехлетнего внука Всеволода. Теперь уже все позади, ребенок же здоров, находится дома с родителями. Вот что бы вы могли рассказать на этот счет? Ну я думаю, что прежде всего надо сказать и выразить огромные слова благодарности вот от всей моей семьи, от семьи Лавровых. Вот за такую активную гражданскую позицию, да практически каждого дмитровчанина. Потому что столько было звонков, столько было предложений о помощи. Это вот, знаете, ну дает повод, что дмитровчане, такие сердечные, добрые люди, в любую минуту готовы прийти на помощь. Это не только, я думаю, что касается внука главы, я думаю, это касается всех. Если возникает проблема, только сообща надо решать эти вопросы. И, конечно, двое суток мы были в поисках, чесали, могу так сказать, каждый дом, каждую квартиру по всему дмитровскому району. Но, как говорится, слава Богу, и молились за нас все, и дошло это до патриарха. И, конечно, до нашего митрополита, наша вся православная церковь молила за это. Тоже огромное спасибо. Я говорю, Бог есть и Бог милостивый в том, что Севка на сегодня жив, здоров, чувствует себя хорошо. И я думаю, что вот этот случай, конечно, он пройдет. Говорить, почему это произошло, кому хотели сделать зло. Ну, конечно, прежде всего зло сделали семье. И, конечно, двое суток я практически не спал. И вы понимаете, это самочувствие, какое было отношение. Но есть две версии, сейчас их отрабатывают. Версии, что у нас, оказывается, появилась секта в парке. Рядышком надо сейчас с ними серьезно разбираться будет. И, конечно, вторая версия, просто украсть ребенка. Только почему это у внука главы, совпадение или нет. Но, во всяком случае, подключены сегодня самые лучшие следователи, самые лучшие психологи, аналитики. То есть занимается и ФСБ, и серьезные структуры, которые должны этими вопросами заниматься. Я просто уверен, что вот этот случай так просто не пойдет и не будет закрыт формально. Он должен обязательно вывести, чьими руками это сделано. Я думаю, что виновник обязательно понесет серьезные наказания. Еще раз просто выражаю лично такую отеческую благодарность. Реально меня как-то поднимало то, что ты не один. С тобой не только город, не только район. Приехали со всей Московской области. С Москвы очень много волонтеров приехало. Все силовые блоки были здесь. Вот я думаю, что вот так отпор надо давать всем невежим, кто хотят, можно сказать, вывести из равновесия вообще нормальных людей, которые хотят просто мира, добра, чтобы больше было счастливых людей. Но слава богу, все, счастливый конец. Да, все прошло. Хорошо, простите. Ну тогда традиционный вопрос, информация о ситуации, сложившейся в районе в последнее время. Значит, я должен сказать, что многие говорят о мировом кризисе, о российском кризисе. И реально, если говорить в целом о стране, во многих регионах уже наблюдается серьезная безработица. Вот у нас по безработице, чтобы мы тоже понимали, реально 600 людей стоит на бирже нашей труда. И 600 человек требуется. То есть, в принципе, я всегда говорю, тот человек или кормилица, или кормилица в семье, которая хочет работать и получать заработную плату, кормить семью, это сегодня на территории Дмитровского реально возможно. Да, может быть, надо где-то переквалифицироваться и, во всяком случае, пока в короткое время где-то, можно сказать, переждать. Потому что реально, я думаю, ситуация не может так долго продолжаться. То есть, такая возможность на территории нашего района есть. И сегодня мы проводили совет директоров. Я сказал, что у нас ни один показатель не упал к уровню прошлого года. Все показатели находятся на сегодня в плюсе. Это, во всяком случае, говорит не о таком твердом оптимизме вообще дальнейшей работы. Но, во всяком случае, на сегодняшний, на недолгую перспективу до конца года у нас не ожидается никакого спада. Многие, не многие, а некоторые предприятия, которые были временно закрыты, или людей отпустили в отпуск, сейчас, вот с сентября, начинается, возобновляется работа. То есть, в целом, вот взять сельское хозяйство, взять социальный вопрос. Вот только посмотрите, социальный блок капитального строительства. Мы сейчас одновременно строим четыре еще дополнительно детских садов. Мы строим клуб, мы строим два физкультурных комплекса, мы строим большой стадион. Я скажу, вот вроде откуда и деньги, а вот реально это есть. И главное, что огромная программа у нас, она самая большая программа в области по сносу аварийного жилья, по капитальному ремонту жилого фонда. Это там не 10, не 15, это почти 200 миллионов рублей. И я понимаю, что многие жители хотят, чтобы каждый дом пришло. Но вот концентрация средств идет прежде всего на замену лифтового хозяйства и, конечно, ремонт кровель. И мы начали уже заниматься серьезным утеплением фасадов для того, чтобы люди платили меньше оплату за отопление. И в процессе, так это будет ситуация, и будем входить в каждый подъезд, в каждый подвал, для того, чтобы вот те средства, которые вы собираете на капитальный ремонт, они, соответственно, уже, ну, люди почувствовали, живущие в других многоэтажных жилых домах. Сельское хозяйство, если говорить, оно достойно на сегодня выглядит. Мы практически заготовили кормовую базу, идет успешно уборка уже овощей, картофеля в активной такой фазе, урожайность очень хорошая, особенно зерновых у нас урожайность хорошая, надои выше. То есть, говорить о каких-то сбоях сегодня, но нет почвы. То есть, вы с оптимизмом смотрите? Да, я смотрю только так. Так, хорошо, есть первый звонок, давайте на него ответим. Слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Васильевич, хочется рассказать вам о нехорошей работе нашей автоколонны 1784, в частности, автобус 38. Приходится ждать по 40, по часу, а то и по полтора часа автобуса. Сначала говорили, что не хватает водителей. Теперь кондуктора говорят, что водителей есть, не хватает автобусов. В связи с этим вопрос. Когда мы будем со спокойной душой уезжать на работу, приезжать туда вовремя, и, соответственно, уезжать домой? Спасибо. Значит, я что хочу сказать, вообще, в целом, автоколонния нашей. Значит, да, это МОЗ «Трансавто», областная организация, но в то же время за перевозку отвечаем мы. Но автобусы не мы покупаем, покупает область. И вот мы сейчас дали заявку, потому что у нас реально на сегодня в автоколонне есть парк, который имеет большой процент износа. И мы попросили губернатора к нашему Международному экономическому форуму, чтобы нам был заменен парк, но хотя бы еще дополнительно 10 автобусов. Над этим сейчас работает Иванов, заместитель председателя правительства. И мы с надеждой смотрим, чтобы... Потому что по 38 автобусу, я помню, неделю до вставал от серьезных там автобусов, которые постоянно ломаются, и старые. То есть, и, конечно, тот руководитель, которого мы взяли из Талдомского района, он немного, я могу сказать, руки опустил, потому что ухудшилось финансирование, ухудшилась ситуация по доставке запасных частей. Вот это реально проблема, конечно, есть. Но вы поверьте, я думаю, мы специально на себя затягиваем одеяло проведения серьезных мероприятий, чтобы здесь поучаствовало в этом и правительство Московской области. Этот вопрос у нас на контроле, и я думаю, что мы его решили. Понятно. Владимир Владимирович, ну вы говорите, что в принципе в сельском хозяйстве все хорошо. Есть уверенность, что урожай будет убран в полном объеме, и перспектива его достаточно большая? При такой погоде, я думаю, да. Но вы помните, у нас был один год, 22 сентября, было там минус 12, и, соответственно, более тысячи гектаров мы заморозили. То есть, ну прогноз пока утешительный. Долгосложный прогноз пока утешительный, да? Да, утешительный. Хорошо, а такой вопрос. Вот недавно проходил картофельный форум. То есть, вот каковы его результаты? То есть, есть перспективы, что действительно дальнейшее будет развитие этого? Сегодня проблема в чем заключается? Единственный агронавт, вот это бывший совхоз Рогачевский, они сегодня готовы обеспечить в течение двух лет полностью семенным фондом Московской области. То есть, те, кто занимается картофелеводством, они готовы это сделать. Но необходимо, да, сделать некоторые шаги по поддержке этого предприятия. И мы с замминистра разговаривали на эту тему. Но сегодня выгодно некоторым структурам покупать из-за рубежа. Что такое из-за рубежа? Из-за рубежа, прежде всего, картофель можно получить, вы знаете, с проблемами, которые дает там первый итог репродукции. Он в один год дает урожайность, на второй год он уже не будет давать урожайность. Мы постоянно становимся зависимы от зарубежных семян. В России семян картофеля практически нет. Вот единственный Дмитровский район, он, да, обеспечивает себя этим картофелем. И мы готовы полностью и область. Вот этот семинар, он и проходил, чтобы нас услышали, можно сказать, и Министерство сельского хозяйства области. И, конечно, мы планируем в ближайшие дни пригласить министра российского, чтобы Ткачев приехал и реально обратил внимание на эту тему. Потому что, что такое санкции? Вот санкции, если со следующего года применят на семенной фонд, и все. И Россия останется вообще у разбитого корыта. У нас нет своих семян по овощам, и тем более вот и по картошке. То есть, этим направлением надо заниматься. И, конечно, та лаборатория, которая сделана, она, во всяком случае, ну, дает право выращивать урожай, во всяком случае, без всяких болезней. То есть, то небольшое предприятие способно обеспечить семину фондов? Да, обеспечить всю Московскую область. Он сейчас строит еще дополнительно ангары, он строит дополнительно, ну, себе объекты, которые дают это возможность. Но это часть их как раз программы импортозамещения, да? Конечно, да. То есть, мы это вроде все понимаем, да. Ну, а теперь вы еще только Министерство сельского хозяйства поняли. Ну, вот мы должны здесь принципиальность проявить в этом вопросе. Так, хорошо, еще есть звонок. Слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Васильевич, у меня вот два вопроса. Первый, очень прям такой, ну, вот до боли душевный, дорога в деревне Митькино. Это вот после переезда второй поворот налево. Ужасная дорога, разбитая, вся в ямах. Ее засыпали, не знаю, кто там, сельсовет или кто, щебнем. Ну, естественно, это через два дня все выбилось. То есть, там помимо того, что ездить, там и ходить тяжело. Люди старенькие и скорые, и, ну, разные, ну, приезжают службы, и ужасная дорога в ужасном состоянии. То есть, вот после переезда первый поворот, там сделана дорога хорошая, все, никаких вопросов. Ну, здесь все разбито наглухо. Так у вас второй поворот, да? А? У вас второй поворот? Да, второй поворот налево. Хорошо, я записал, обязательно разберемся. Спасибо большое. Да, я записал. Спасибо вам. Кстати, вот еще, что касается ремонта дорог, здесь опять вот свидетель Марина пишет там по интернету, что когда доберете сюда край, сейчас сюда улицы Космонатова закатают нам ямы когда-нибудь, прокатите хоть раз на своем личном автомобиле между домами 26 и 27, так ради интереса. Наша улица находится в городе, а не в космосе, хоть и называется улица Космонатова. Вы знаете, я скажу, вот в эти двое суток прошел каждый двор, прошел каждую улицу. И вот я, конечно, собрал потом работников ЖКХ, дорожников, и мы на эту тему поговорили. Да, реально есть те места, на которые надо серьезно обращать внимание. Да, мы говорим, наш город чистый, аккуратный, но есть места, конечно, я скажу, это не делает чести нашим коммунальщикам. И в том числе и на космонавтах. Я эту ситуацию и знаю, и мы обязательно этот вопрос поправим. Так, еще звонок есть. Слушаем вас, говорите. Говорите, у вас слушаем. Здравствуйте, еще раз, вы меня отключили, но вот у меня второй вопрос. Живем на Махалино, невозможный запах. И утром, и вечером, то есть дышать абсолютно невозможно. То есть, я не знаю, это канализация или еще что-то, но невозможно. Дети маленькие, взрослые. Как-то вот хотелось тоже этот вопрос. Вы знаете, мы посылали туда своих экологов или какие-то предприятия сливают. Вот пока сейчас в поисках. Я вопрос этот знаю, занимаемся сейчас, ищем источник вообще откуда. Или это по очистным, по очистным вроде бы сейчас распыление они стали делать, и нет вот такого резкого. Ну, это периодически бывает ближе к вечеру. То есть, с днем, когда, может быть, уже власти работают, может быть, этого не происходит. А ближе к вечеру это постоянно. Я тоже живу на обороне, и тоже этот запах постоянно. Мы возьмем этот вопрос на контроль. Я знаю эту проблему, занимаемся ей. Хорошо. А теперь я предлагаю посмотреть наш первый сюжет, в котором мы затронули тему подготовки к зимним отопительным сюжетам. Пожалуйста, давайте сюжет. Подготовка к осенне-зимнему периоду начинается сразу после окончания зимы. Для ресурсоснабжающих организации это самая ответственная пора. Львиная доля работ приходится на компанию Дмитров Теплосервис. На ее обслуживании находятся 63 котельных, из них 43 газовые, 7 угольных и 13 на жидком топливе. Более 24 миллионов рублей потратил Дмитров Теплосервис на ремонт и модернизацию котельного оборудования и теплосетей. Глубокая модернизация оборудования проведена в самой крупной котельной в Дмитрове на улице Садовая. Все 7 газовых котлов ТВГ отремонтированы и готовы к эксплуатации. В котельной на улице Комсомольской на средства строительной компании «Березовец» установлено 3 новых австрийских газовых котла и 2 накопительные емкости под ГВС. После модернизации общая мощность котельной увеличилась с 12 до 17 гигакалорий. За подготовкой районов к отопительному сезону внимательно следит министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. В этом году он два раза посещал Дмитровский район и остался доволен ходом работ. Я считаю, что в этом году мы сделали большой прорыв по благоустройству. Я думаю, что реально по окончании этого года регион будет лидером. Я имею в виду из регионов не столичных, а именно из регионов Российской Федерации. Второй момент. Действительно, я считаю, что мы очень активно сейчас реализуем вопрос программы «Чистая вода». У нас есть по всем районам трехлетние планы до 2018 года, по всем тем районам, которые в красной зоне, значит, они должны выйти на федеральные требования по обеспеченности населения чистой водой. Значит, мы приступили к модернизации ЖКХ. Различные способы при этом и финансирования, и вовлечения инвесторов в этот процесс. То есть, есть четкий регламент вовлечения инвесторов публичный. Все начинается со схемы тепловодоснабжения, с инвестпрограмм. Дальше межведомственная группа, которая возглавляет глава. Значит, сегодня на правительстве прошло постановление по начале реализации инвестиционного проекта в Можайске. Вот, значит, здесь мы посмотрим по Дмитровскому конкретно району, где мы присутствуем, те вопросы, где здесь можно с инвесторами, где без инвесторов можно обойтись. Вот. То есть, я считаю, что многие показатели, которые по ЖКХ всегда были проблемными, за этот год мы сможем перешагнуть, переступить и, в общем-то, начать подходить, если не к лидирующим позициям, то, по крайней мере, ходить, что называется, в тройке лидеров Российской Федерации по качеству ЖКХ в регионе. Большую озабоченность вызывает износ теплосетей. Он составил в районе уже более 70%. Самые проблемные участки находятся в Яхраме, Икше, Костине, Катуаре. Положение спасают относительно теплые зимы. По словам директора Дмитров теплосервиса Дмитрия Трушина, средств в этом году хватило лишь на капитальный ремонт одного километра теплотрасс. В этом году замена теплотрасса проведена в селе Семеновское сельского поселения Синьковское. Здесь более 30 лет не проводился капитальный ремонт теплотрасс и часто случались серьезные аварии. Хватает проблем и в самом городе. Завершен ремонт участков теплотрасс на улицах Чекиское, Пушкинское, поселке ДЗФС. На данный момент уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет 92%. То есть к 25 сентября мы выйдем уже на финишную готовность. Будем уже готовы к началу топительного сезона в 100% объеме. Основной в этот период мы сделали упор на жилищный фонд. Фактически большую работу мы проделали по замене инженерных сетей, подвальной части, по утеплению сетей, ремонту кровель в рамках текущего ремонта и гидроизоляции панельных швов. Поскольку ни для кого не секрет, основной уход тепла и основной источник плесени в квартирах является именно межпанельные швы. Поэтому большое внимание этому тоже уделили. Жилье на 92% готово, как я уже сказал. Большие работы тоже проделаны по объектам теплоснабжения и водоснабжения. В этом году мы вводим две новые котельные. Одну в поселке Горшково, которая будет отапливать Горшковскую школу. И провели, завершая модернизацию котельной по улице Комсомольской с увеличением тепловой мощности на 5 гигакалорий. Предыдущая котельная была 12 гигакалорий в час. А новое будет 17 гигакалорий. Эти мероприятия осуществляются за счет денежных средств инвестора. В этом году Дмитров теплосервис и Экожилком задолжали за газ и электричество десятки миллионов рублей. В черном списке должников оказалась и управляющая компания Деденева. Из-за этого возникла социальная напряженность в некоторых населенных пунктах района. Например, без горячей воды на протяжении нескольких дней оставалась половина поселка Деденева. Пришлось снова вмешиваться районным властям. Вся существующая задолженность за газ погашена. Кроме того, снижена задолженность другого ресурсно-нажажающего организации, Экожилкома, за электроэнергию. Погашена уже 40-миллионная задолженность за электроэнергию. И благодаря тем усилиям, которые в последнее время предприняли, огромное внимание этому уделял Валерий Васильевич, нам удалось вот эту проблему снивелировать. И мы входим в отопительный сезон достаточно так спокойно и, я думаю, ровно. Здесь надо понимать, что задолженность за газ, она растет и в разрезе Московской области. И для того, чтобы каким-то образом ситуацию поправить, на глав района была возложена ответственность за существующую задолженность, независимо от формы собственности предприятий, будь то муниципальные предприятия, будь то хозасчетные, будь то частные предприятия. То есть, в целом, нам даже пришлось решать вопрос по обогашению задолженности за газ за частную компанию Деденецкий механический завод. Там была задолженность 13,6 миллионов рублей за газ. Вы знаете, ту проблематику, которая была, четырехнедельное, даже более, отключение горячей воды. И вот пришлось мешаться району и взять на себя вот эту долговую нагрузку. Завели туда районную управляющую компанию Дмитровскую и через кредитную линию, организованную на нашу Дмитровскую управляющую компанию. Благодаря вот вмешательству Валерия Васильевича, районной администрации, нам удалось решить вопрос и по долгам за газ, ДЭМЗа, и по восстановлению горячего водоснабжения в целом в поселке. Что касается водопроводных систем, ВЗУ, систем канализования, то, судя по отчетам компании Кожелком, готовность их составляет около 100%. Работники Дмитров теплосервиса считают, что если зима в этом году будет мягкой, то район переживет ее относительно спокойно. Ну а если ударят крепкие морозы, то аварийная бригада готова решать поставленные задачи. Валерий Васильевич, ну что Вы можете добавить к увиденному сюжету и как оцениваете, в принципе, проделанные коммунальные службы в настоящее время работу? Ну то, что сказал мой заместитель Константин Викторович Конышев, реально, на сегодня, как никогда, коммунальщики идут с такими хорошими темпами подготовки к отопительному сезону. И главное, надо отметить всех главпоселений, во всех поселениях тоже такие хорошие темпы. И я думаю, что у меня сомнений нет, что отопительный сезон мы начнем вовремя и, конечно, благополучно. И то, что не было такого года, что мы решили все проблемы по задолженности за газ. Это всегда была проблема вхождения в отопительный сезон с долгами, с такими нервотрепками. Вот сегодня мы эту задачу решили. Ну и я думаю, что по Деденеву тоже не будет теперь проблем с горячей водой. Раз мы на себя ответственность взяли, я думаю, что это так. Ну и будет теперь, как всегда, что люди будут спокойно, всегда искренно чувствовать горячую воду. То есть теперь как будет вопрос решаться? Вы будете делать перечисление как положено? То есть мы взяли в управление поселок Деденево жилищно-коммунальным хозяйством. Потому что я всегда доказывал всем, ну вот некоторые захотели главу взять, вот и сразу получилась вот такая ерунда. Для того, чтобы брать, надо уметь управлять. И во всяком случае, если ты видишь, что сбор населения, к сожалению, не такой высокий, то надо брать ответственность за счет бюджета и выплачивать. А иначе все равно компания банкротится. Или вот как пришли, долги есть, газ отключили, вот и все. То есть надо управлять правильно своим хозяйством. Так, хорошо, есть звонок очередной. Слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Валерий Васильевич, здравствуйте. Это Тамара Николаевна Барышева. Да, Тамара Николаевна. Во-первых, я искренне очень рада за вас. Спасибо, Тамара. И впереди еще у нас хороший праздник города, но я немножко буду говорить о плохом. Мы живем в доме, это улица Таборная, дом 2, это угловой дом, Маришкин магазин, где, наверное, знают все этот дом. Наш дом в эксплуатации 61-го года. Дом страшный, просто некрасивый. Он портит, наверное, вид нашей окраины. Здесь всего-то 6 домов. Так вот, эти дома, а наш конкретно, не ремонтировался ни разу. Это 54 года. 40 лет тому назад его помазали снаружи. Окна выбитые, некрасивые в коридорах. В квартирах-то поменяли, кто хотел, тот поменял, и кто мог поменял. А вот в коридорах за 54 года один раз помазали стены и потолки. Где наши деньги, которые мы платим на ремонт? Все-таки 54 года. Здесь, когда нужна была эта точечная застройка для 8-го дома, вы знаете, то нам лапшу хорошо вешали на уши, что тут что-то будет. Но когда дом вырос, нам сказали, что дом коммерческий. И вместо 9-этажного дома, который был даже в плане, он оказался 9-10-этажным. А нам сказали, что обращайтесь к Гаврилову, он будет решать ваш вопрос. Ну вот, слава богу, дом уже 3 года стоит. Мы так и живем. И что? Хорошо. Тамара Николаевна, я вас услышал. Услышал. Обязательно я пришлю туда специалистов, чтобы посмотрели на этот дом. Но в этом году мне сложно обещать о включении в план капитального строительства, потому что титульный список утверждает нам область. Но на следующий год, я думаю, что он обязательно будет включен. Хорошо. Вот вопрос еще по интернету от Александра Леоненко. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть план развития территории между улицами Оборонной и Махалина? Насколько можно судить, работы уже идут вовсю. На сайте администрации нашел только проекты строительства торговых комплексов в отеле «Кристалл» и офиса «Экожилком». Ну, в принципе, мы генплан по городу Дмитрова Слуша не прошли. И можно прийти в отдел архитектуры, и там, я думаю, все расскажут. То есть там же должна быть зона отдыха, помните? Да, это зона отдыха, она и планируется. Но начинается, как всегда, с торгового комплекса. Ну, для того, чтобы мы прекрасно понимали, это делается за счет инвесторов. И, соответственно, инвесторы для того, чтобы делать плюс зону отдыха, то есть, соответственно, конечно, должны какой-то коммерческий объект. Но я скажу, мы окончательно утвердили, понятно, у них идеи были застроить домами, застроить торговыми центрами. Но здесь получится такая хорошая зона. Она зона не просто для отдыха, зона и для решения некоторых своих бытовых проблем. Хорошая зона отдыха для спорта. Давайте мы следующим образом договоримся. По этой программе мы пригласим сюда в студию главного архитектора Потапу, и она расскажет вообще конкретно о кончательном варианте, что там будет. Давайте, я думаю, на ближайшее время это мы сделаем. Понятно, Васильевич, а там будет предусмотрено то, чтобы линия электропередач была под землю убрана, да? Да, будет предусмотрено. То есть, ЛЭП это пропадет, и не будет в центре. И мы в том числе планируем сделать за счет этого инвестора круговое движение как раз вот здесь вот на повороте этой профессиональной улицы на Махалино. То есть, здесь будет большое круговое движение. Так, хорошо, еще звонок есть. Слушаем Вас, говорите. Здравствуйте. Валерий Васильевич, у нас вот такой вопрос. У нас улица Космонавтов, дом 43. У нас была детская площадка около дома. Рынок расстраивается. Площадку... Нет площадки практически. Проходной двор. Детям некуда идти гулять. Ну, сами понимаете, выпускать их далеко к другим домам как-то совсем не хочется. Вот, у нас есть местечко около Дикси, магазина вот позади Дикси, там есть местечко, и можно было бы сделать площадку детскую. Я уже обращалась, но почему-то как-то нам отказали. Вы знаете, что я обещаю насчет детских площадок, я думаю, не такая большая цена, но мы попросим рынок это сделать. Да, Евдокимова Алексея приглашу, чтобы специалисты вышли, и мы определимся. Я услышал. Владимир Владимирович, вопрос такой. Че, дмитровщане хуже жителей Дубны, Клину и Долгопрудного? Почему больных посылают на МРТ в другие города, а не делают у нас? Хотя, в принципе, есть. Странно. У нас есть МРТ. Вот это мне что-то непонятный вопрос. Я сам МРТ делал у нас. Не знаю, может, что-то он сломался. Давно, правда, я не был в больнице. Но я разберусь обязательно с этим вопросом. Я думаю, Мишарин слушает нас. Хорошо. Теперь такой вопрос. Что можете сказать о подготовке к Международному экономическому форуму? Надеюсь, что все идет по плану. И район после проведения столь масштабного мероприятия сможет получить дополнительные инвестиции? Знаете, прежде всего, проводя экономический форум, мы хотим добиться результатов. Прежде всего, результат — это поднятие имиджа нашего района, конечно, привлечение инвестиций. И непосредственно на этом форуме будут подписаны конкретные соглашения. Вот уже Словения, предпринимательство Словении согласились с нашим бизнесом, с торговой палатой подписать соглашение вообще для решения многих экономических вопросов. Китай рвется, но в то же время китайские рвутся. У нас рвутся арабские республики сюда для того, чтобы наша продукция имела реализацию через эти страны. То есть сегодня уже есть конкретные, во всяком случае, наработки, которые будут через подписание соглашений на этом форуме. Но то, что к нам приезжает на сегодня вся Российская Федерация, все главы со всей Российской Федерации, около 25 стран будет здесь представлено. И, конечно, будет правительство Российской Федерации. Ну, я думаю, что когда о Дмитрове знают, как, например, тот район, который может провести вот такие форумы на таком высоком уровне, я думаю, иначе мы и планку ставим, провести на хорошем уровне, значит, к нам больше доверия. К нам больше будет доверия через реализацию государственных, федеральных программ. То есть каждое, любое такое мероприятие масштабное, оно все равно дает импульс для дальнейшего развития. И бояться сидеть просто у разбитого корыта и говорить, как мне плохо, вот я лично этого не хочу. Я, наоборот, хочу, чтобы у каждого из нас, вот мы сегодня совет директоров проводили, у каждого из нас появилось второе-третье дыхание, потому что всегда, когда к тебе приедут в гости, ты еще и город должен провести в достойное состояние. И, конечно, уровень организации должен провести. Я считаю, у нас есть люди, которые способны это сделать. Хорошо, вопрос от Захарова и Анны. По интернету к нам поступил. В квитанциях на квартплату появилась новая строка «Электроэнергия. Общедомовые нужды», по которой приходится платить немыслимые суммы. Так по ней получается, что за лампочку на площадке, 4 квартиры на площадке должны оплатить почти 50 киловатт часов в месяц. Хотя мы, в принципе, за месяц при стиральной машине, холодильнике, телевизоре, пермановке платим чуть больше 100 киловатт. Странный арифметик, что ли? Знаете, вот с этой арифметикой я знаю, что да, это уже не наша там инициатива, но то, что по оплате, разберусь я завтра же вам сообщу обязательно по этому вопросу. Ну, в принципе, да, и, как говорится, на капитальный ремонт. Сейчас уже, по-моему, на уровне Государственной Думы хотят узаконить все-таки тарифы, чтобы они были какие-то приемлемые. Так, хорошо. Теперь я предлагаю посмотреть наш следующий вид сюжет. Он посвящен началу учебного года. Прогремели в школах района первые звонки, которые позвали за парты более 17 тысяч учеников. Начался сложный, полный открытий успехов и проблем. Новый учебный год. Позади три месяца летних каникул и подготовки школ района к учебному процессу. В этом году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из муниципального бюджета выделено чуть более 54 миллионов рублей. 36 миллионов на капитальные ремонты образовательных учреждений. Остальные средства выделены по программам антитеррора. Это продолжаем установку ограждений, видеонаблюдений, тревожных кнопок. То есть вся программа по антитеррору. В школе номер 4 города Дмитрово за лето было сделано немало, но главное и в этой школе, и в дмитровском образовании в целом, это умение школьников при помощи своих педагогов сохранять ту материально-техническую базу, что есть в образовательном учреждении. Поэтому и обходятся в школах просто небольшими косметическими ремонтами. В школе появился отдельный зал для занятий под зюдо. Занятие со школьниками и воспитанниками соседнего со школы детского сада номер 4 будет проводить тренер из прославленной спортшколы Динамо Дмитров. А на первом этаже школы по программе губернатора Подмосковья «Безбарьерная среда» есть теперь и вот такие рельефные вставки желтого цвета. Они для того, чтобы если вдруг в школе будет учиться ребенок с ослабленным зрением, то ему было бы легче ориентироваться. Кабинет психологической разгрузки, кстати, пока единственный в нашем районе. Спортзалы, зоны отдыха, кабинеты – все готово принять детей и начать учебно-воспитательный процесс. Ну а детские сады даже летом не прекращали свои работы. Дети продолжали посещать свои группы, хотя в некоторых и проводились небольшие ремонты. А в канун Дня города более 200 юных дмитровчан, проживающих в районе поселка ДЗФС, получили роскошный подарок. Дворцом волшебства назвали сами же будущие воспитанники открывшийся новый детский сад номер 14 «Маленькая страна». Большой, современный, с бассейном, прекрасными кабинетами для занятий, рисованием, творчеством, развитие своих способностей, оборудованный современными средствами для обучения, мебелью, садик номер 14 готов принять более 280 детей. Его строили почти два года. Стоимость только строительных работ составила 193 миллиона рублей. Средства поступали из федерального, областного и местного бюджетов. Главное, он очень и очень нужен местной детворе и позволит снять остроту проблемы с наличием мест в дошкольных образовательных учреждениях в этой части Дмитрова. И за построенный дворец волшебства новый детский сад на церемонии открытия главу района Валерия Гаврилова, начальника управления образования Татьяна Довженко, начальника ДУКСИР Валерия Трофимова и строителей дружно благодарили и дети, и их родители, и коллектив детского сада. Но главное мероприятие всегда 1 сентября проходит в школах. Первыми в этот день в Дмитровской школе номер 9, одной из самых больших в районе, встречали, конечно же, первоклассников и 11-ти классников. И если последним в этом году в школе номер 9 всего 23, то вот первочков ровно 100. Четыре класса первоклассников зашли в актовый зал школы, а следом за ними мамы, папы, бабушки, дедушки. Само же мероприятие, посвященное началу нового учебного года и первому звонку, началось с песни про школу. А старт к новым мечтам, новым высотам и новым знаниям, учебе первоклассникам дали их старшие друзья 11-ти классники. И после ребят слово взяла директор школы номер 9 Татьяна Чекаева. Для каждого ребенка это один единственный праздник, день знаний, когда он приходит в первый класс. Он придет во второй, третий и так далее, но самый памятный будет сегодня. Потому что сегодня наши первоклассники, они вступили на новую ступенечку нашей жизненной лестницы. Они ждут нового, интересного, прекрасного. И я хочу, чтобы они свои ожидания оправдали. Поздравила с началом нового учебного года выпускница этой школы первый заместитель главы администрации района Ольга Долгова. Она напомнила ребятам и взрослым, что школа номер 9 имеет богатые традиции и историю, ведь через год ей исполнится 40 лет и пожелала успехов на непростом пути в интереснейшую страну знаний. Среди тех, кто в этот день поздравлял первоклассников и будущих выпускников школы с днем знаний, были Ольга Юрлова, представитель управления образования района, Дмитрий Кононенко, депутат Государственной Думы, благочины Дмитровского церковного округа, протерея Афанасия Черногуст. Он после короткого приветствия ребятам и взрослым совершил небольшой молебен и окропился их святой водой. Были представлены учителя. Те, кто приняв сегодня в свои классы первоклассников, будет идти с ними 4 года по пути знаний. А первый звонок нового учебного года дали 11-классник Сергей Зевакин и первоклассница Ульяна Меньшова. После вручения гостями небольших подарков от имени 11-классников первоклассникам, последние в сопровождении учителей наконец-то отправились на свой самый первый урок. Простите, хороший подарок новому учебному году получили юные жители поселка ДЗФС. У нас, кстати, уже есть благодарности. Но в то же время хотел узнать, как продвигается строительство других детских садов, которые вы сказали, что их 4. И в какие сроки планируете сдать все-таки пристройку к третьей школе? Ну, прежде всего, я хотел поблагодарить всех воспитателей, педагогов. И, конечно, поздравить ребят с началом учебного года. Потому что реально, оценивая всю такую ситуацию в нашем районе, образовательный комплекс у нас выглядит очень сильно так. И профессионально. Ну, можете представить, наши две гимназии занимают второе и третье место в Московской области. То есть, где мы должны понимать, что здесь, в наших гимназиях и школах, можно получить хорошее образование. А главное, что на сегодня в наших учебных заведениях, и особенно в детских садах, занимаются очень большой воспитательной работой. Вот это вот, я тоже говорю, это параллель, она должна обязательно идти. Получив образование, человек не имеет понятия добра, уважения, воспитания элементарного. Это уже не человек. Это, можно сказать, половинку этого человека. Так что в наших учебных заведениях силами воспитателей, преподавателей, педагогов это делается. И то, что мы за последние годы очень много занимались капитальным ремонтом, укреплением материальной базы школ и детских садов, это факт. И вот вы видите сами, что в каком состоянии наша школа. Ну, сегодня не стыдно реально представлять каждую школу к любой премии, как по образованию, по состоянию материальной базы, так и по воспитательным всем процессам. Особо хочу поблагодарить Татьяну Юрьевну Довженко. Это человек неугомонный, всегда в поисках, всегда на себя берет дополнительные какие-то нагрузки. И все это связано для того, чтобы наши дети были самые умными и образованными. Что касается строительства детских садов, я просто напомню. Мы сейчас ведем строительство детского сада в Катуаре. В этом году мы его сдаем. Мы ведем строительство детского сада в Яхроме. Вот принято сегодня решение, меняем подрядчика. К сожалению, подрядчик пришел не наш. Есть договоренность, что в срочной процедуре банкротства и конкурса, и сегодня встречались с новым подрядчиком, я думаю, и хромчане обязательно получат этот детский сад. Награвийный ведется в городе Дмитриеве строительство детского сада. Этот в этом году под вопросом, хотя строитель обещает, но есть сомнения. И мы приступили к строительству детского сада в микрорайоне космонавтов. То есть здесь немножко ошибка у нас произошла с геологией. Идет большой подпор воды, хоть геологи этого не предвещали. Но в планах этого года детский сад этот есть, и я думаю, что мы тоже будем за него бороться. Проблема на сегодня в наших учебных заведениях, в школах, в образовании, на мой взгляд, одна такая яркая. Кстати, мы решили с 1 сентября, согласно указу президента, мы обеспечили все детские дошкольные местами детей с трехлетнего возраста. Проблема у нас, но она не самая высокая, но у нас есть проблема в пяти школах нашего района. Имеется вторая смена. И, конечно, особо так вот видно, это прежде всего третья школа, это внуковская школа, это катуаровская, это десятая школа, это вторая школа. Вот что касается 10-й школы, вопрос решен, и там, где у нас находилась приборостроительная академия, мы приняли решение отдать подначальные классы 10-й школы. Мы сейчас этим вопросом занимаемся. Что касается пристройки третьей школы, то инвестор, который нам должен построить, немножко приостановил, сейчас возобновил работы, и мы с контролем этот объект не снимаем. Обещать, что он будет в этом году сложно, но мы принимаем все меры для того, чтобы строители как можно быстрее закончили вот эту пристройку. Так, хорошо, есть звонок. Слушаем вас, говорите. Алло. Здравствуйте. Добрый день. А вот скажите, пожалуйста, прислали налог на землю, на паралитизированные квартиры, и почему-то это прислали из Матищ? Непонятный вопрос? Непонятный вопрос. То есть из Матищинской налоговой инспекции? Да, да, да. Но это может быть единая выгрузка, или от Валерия Васильевича? Вот это мне непонятно. Вы знаете, что, вы телефончик оставьте, пожалуйста, свой. Нет, по-моему, Валерия Васильевич, там единая база, она выгружается оттуда. Я вам завтра позвоню. Вы оставьте, пожалуйста, телефон. Я вам завтра перезвоню. Хорошо, Валерий Васильевич. Вот вчера стоялось открытие обновленного стадиона «Авангард». А вот презентацию хоккейного клуба «Звезда ВДВ» перенесли на неопределенный срок. Вот что вы можете сказать по открытию стадиона и по предстоящему старту чемпионата ВХЛ? То есть будет наша команда участвовать? Команда будет участвовать. Это вопрос решен, она уже заявлена. Связан перенос с приездом как раз командующего ВДВ Шаманова. Шаманова, да. Шаманова, да. Шаманова, да. Шаманова, да. На капитальный ремонт, на аварийное жилье, на подготовку к отопительному сезону. А вот такие сооружения, это понятно все, что останется. Но в то же время благодарность Хохлова Андрея Владимировича. Это единственный такой вот у нас человек, хозяйственник, который пока все, но делает хозяйственным способом. Вот за это ему просто огромное спасибо. Понятно. Плюс мы в ближайшем будущем получим обновленный стадион в Яхме. Хотя его вместе власти уже сделали, но тем не менее теперь попали в программу. Да, мы сейчас, но окончательно еще вопрос не решен. Мы над этим вопросом работаем. Тем более, что Мутко у нас близкий друг нашего района. И сейчас он теперь стал президентом Союза футбола. Я думаю, это будет вопрос, и проще нам решать. Так, есть звонок. Слушаем вас, говорите. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вас беспокоят в Комсомольской, 29, квартира 54. Мы проживаем на первом этаже. У нас угловая квартира. В квартире 80% в лесене по стенам. Мы обращались в управляющие компании, в ДЖРУ. Приходят, проверяют вентиляцию, приходят, проверяют подвалы. Все выясняется, все хорошо работает. В итоге нам пишут отказные письма, никаких результатов нет. А вы скажите, вы не вызывали СЭС проверить влажность? СЭС не вызывали, а влажность у нас повышенная. Тогда какая квартира номер у вас? Попроба почти все мокрые. 54 квартира? Да. Я обещаю, к вам, возможно, завтра, в понедельник, приедет Роспотребсоюз. То есть надзор для того, чтобы замерить влажность. Если реально влажность повышена, конечно, мы будем находить решение. Потому что это и для здоровья, или переселения, или что-то еще другое. Это я вам обещаю. Так, вопрос еще по интернету. Валерий Алексеевич, огромную просьбу вырубить пору Святополь на улице Космонавтов, дом 31, 4-й подъезд. А то ветки упираются уже в окно. Космонавтов, да? Угу. Участок последней линии. Пока ничего не готов сказать, надо разбираться. Хорошо, да, разберемся обязательно. Еще такой вопрос. Будет ли пособие при заработке? Что для этого надо сделать? Для этого нужно встать просто на... Да, встать в центр занятости. Но я еще раз скажу, что у нас в центре занятости есть 600 вакансий, требующих для наших предприятий. Я думаю, не вставать надо, а надо идти работать. Любой, особенно мужчина, он должен работать, он должен приносить доход для своей семьи. Да, я инженер, но если нет инженерных должностей, я должен пойти рабочим работать. Я не вижу здесь ничего зазорного, я скажу. Потому что сегодня любой хороший рабочий, он, наверное, больше ценится, чем посредственный у нас инженерный. Валерий Алексеевич, добрый день. Во всем городе вода из крана не пригонна для питья. Она ржавая, иногда даже принимать душ невозможно. Как решается проблема? Мы уже говорили, мы сейчас в ближайшее время будем сдавать в эксплуатацию станцию обезжелезования на инженерной улице. Это главный, такой самый большой водозаборный у нас узел. И мы как минимум на 35-40% уберем, во всяком случае, вот эти проблемы. А в следующем году мы должны решить проблему на стеной. Тогда у нас вообще ситуация будет очень хорошая. Но с водом станции обезжелезования на инженерной улице, она снимет очень многие проблемы. Так, есть звонок. Слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Я хотел спросить, когда достроят дом на Крайон-Внуковске, улица ЖК «Спортивный», второй дом красный, пятиэтажный. Дадут его в этом году или нет? Значит, там осталось буквально на 3 миллиона выполнить в подвале работы. Значит, 3 миллиона Репин получил. И я думаю, что всего на той неделе он должен приступить активно к работе. То есть вопрос этот сегодня решен. Мы просили у одного подрядчика, который строит у нас в районе дома, чтобы он передал ему за счет одной квартиры. То, что попросил как раз подрядчик вот этого дома. То есть он их получил. И мы проконтролируем, чтобы на той неделе он активно начал работать. Валерий Ильич, вопрос. Поступать нам по работе городских касс. За июль месяц не прошли оплаченные платежи ЖК «Х» и так далее. Деньги у всех ушли неизвестно куда. Ну, то есть здесь нужно конкретно, конечно, если у вас есть платежка, приходите в банк. Нет, просто вы должны сказать, это через какие кассы, через какие банки идут. Кстати, я просто прошу сейчас работать аккуратно. Но есть те банки крупные, это прежде всего. Вот у нас есть Сбербанк, есть банк ВТБ, есть Возрождение, теперь это будет промсвязь банк. Это такие гигантские банки, которые, во всяком случае, долгожители. Я думаю, что надо работать с самыми надежными, потому что маленькие банки, они, да, дают какие-то льготы вам, ставки увеличивают доходов. Но, вы знаете, это потом все может рухнуть. Вопрос по поводу хоккейной коробки микрорайона Внуковский, которая установлена на высоте полметра над землей. Обещали исправить, до сих пор не сделали. Я обещал это к хоккейному, к открытию сезона это сделать. Титов мне обещал. И я пока сам не вмешивался, потому что после того эфира, когда был этот разговор, он слышал, мне позвонил, я все сделаю. Ну, проверим. Но я вам обещаю, что к сезону все будет нормально. Так, еще есть прямой звонок. Слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте еще раз. Я вам звоню с улицы Маркова, дом 25, первая квартира. У меня, в общем, нету отмосток. И вода вся течет в подвал. Сырость невозможная, угловая квартира. Откуда вода течет? Вот что вы этим вопросом решаете будете? Откуда вода у вас течет? Откуда? Да. Ну, дожди идут без конца. И вообще, она туда течет в подвал. И в квартире сырость. Все. А, в подвале вода стоит, да? И подвальная, и такая, и дождевая. Нет отмосток, понимаете? Все, я вас услышал. Разберемся. Завтра мне доложат, что надо делать по вашей квартире. Хорошо, поручение такое дадим обязательно. Валерий Курасович, ну, как известно, 13 сентября в нашем районе пройдут выборы Союза депутата Дмитриевского района, а также депутата Московской областной думы. Как идет подготовка, ваш прогноз по явке избирателей, и какую оценку получил район от представителей Центральной избирательной комиссии Московской области, который сегодня принял участие в велопробеге по улицам города? Ну, прежде всего, это на следующий год, что нарезка избирательных округов, она совершенно изменена по выборам депутатов Государственной думы. Поэтому Центральная избирательная комиссия нашей страны приняла решение, что Дмитров становится центром избирательного округа, куда присоединяются Мытищинский район, Долгопрудный, Лобня, Химки, Талдомский район, Дубна. И мы, соответственно, выступаем. У нас, получается, около более 500 избирателей будет в этом избирательном округе. 500 тысяч, да? Да, 500 тысяч, да. Мы, соответственно, главные координаторы и, конечно, все штабы по выборам будут проходить у нас. Ну, это, с одной стороны, почетно, но в то же время ответственно мы на себя берем ответственность по выборам депутатов. Что касается выборов в районный совет депутатов и депутатов в областную думу, который состоится 13 сентября, Да, на сегодня практически у нас все готово. Там, где не школы, а здания, ну, имеют, где нет детей, они, в принципе, уже готовы. С сегодняшнего дня уже комиссия стала работать для того, чтобы можно сделать предварительное, то есть заранее голосование. То есть мы можем уже приходить на избирательные участки и в этот день, уже вот в эти дни до выборов проголосовать. То есть такая возможность есть только в депутаты местного совета. Это в областной, конечно, досрочного голосования, но не позволено этого делать. Я, конечно, обращаюсь прежде всего ко всем дмитровчанам, потому что всегда оценка любой выборной кампании делается по активной позиции жителей. Если жителям безразлично, значит, здесь непонятно, что происходит. Если избиратели, то есть ли жители активно голосуют, ситуация совершенно по-другому. То есть это отношения, прежде всего, правительства области, отношения и других федеральных структур. То есть если у нас с вами активность хорошая, и главное, мы-то должны избрать тех людей, которые будут достойно представлять на сегодня наш совет депутатов. Это очень важно. Это политическая стабильность как минимум на пять лет еще. Потому что избиратели, наши депутаты избираются на пять лет. Я просто с надеждой верю, что у всех будет правильный выбор, чтобы мы вновь продолжали ту работу, которую мы с вами проводим уже много лет. Хорошо. Ну а теперь я предлагаю посмотреть наш третий видеосюжет, в котором мы расскажем о программе «Празднование дня города». Пожалуйста. По давней традиции, первая суббота сентября становится официальным днем рождения Дмитрова. 5 сентября нашему городу исполнится 861 год. Как все большие праздники на Руси, день города начнется с праздничной литургии в Успенском кафедральном соборе. Затем состоится традиционное праздничное шествие по улицам Дмитрова. Своё единство и художественный вкус продемонстрируют колонны городских и сельских поселений, учреждений и предприятий Дмитрова и Дмитровского района. В 10 часов утра на площади будет торжественное мероприятие. Поздравление всех жителей от главы Дмитровского района, от владыки, от благочиния. Все могут присутствовать и поучаствовать и в шествии, и участниками торжественного мероприятия. Торжественная часть ждет горожан в 10.45 на Советской площади. Там будут чествовать молодоженов, вручать звания почетный гражданин Дмитрова, а также откроют второй международный фестиваль народного танца с участием коллективов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Чеченской республики Краснодарского края, а также творческих коллективов Московской области. В рамках фестиваля народных художественных промыслов малых и средних городов России в музейно-выставочном комплексе откроется выставка высокохудожественных произведений молодых мастеров и заслуженных художников России. Выставка включает работы более 400 мастеров и художников из 40 регионов России. В экспозицию войдут изделия по следующим тематическим разделам «Народный костюм», «Православие» в произведениях мастеров художественных промыслов, «За сохранение традиций народного искусства», «Кюбилие Великой Победы», «Медведь» в произведениях мастеров-художников народных промыслов, «Охота», «Традиции и современность», а также «Народная игрушка». Посетители смогут увидеть изделия из хохламской росписи по дереву, гжельский и долевский фарфор, псковскую керамику, лаковую миниатюру Федоскина и Палиха, «Вологодское кружево», «Торжокское и городецкое золотое шитье», «Ростовскую финифть» и многое-многое другое. На территории музейно-выставочного комплекса вечером ожидается в 20.00 Театр «Большое гнездо» показывает свой спектакль. Это впервые будет на улице, театральное представление. Театр «Большое гнездо» очень талантливые актеры у нас, я так думаю, дмитровчане получат огромное удовольствие. В сквере по улице Загорская в 11.30 откроется ярмарка народных художественных промыслов, где свою продукцию представят мастера из различных городов России. В парке «Березовая роща» в полдень начнется праздничная программа «Город радости моей», катание на лошадях, работа аттракционов. В кинотеатре «Планета» пройдут боготворительные сеансы для детей и взрослых. В 19.00 на Советской площади состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города «С днем рождения, Дмитров!» и в 22.00 будет праздничный фейерверк «Звездная феерия». Валерий Алексеевич, ну такой вопрос. А вот в чем изюминка предстоящего дня города, проводимого непростых для нашего района и в целом для страны экономических условий? Ну то, что мы начинаем вот этот день города с большого такого шествия, которое начнется в 10 утра от Ледового дворца. Это шествие должно побить все рекорды участия вот в таком праздничном шествии. Вы знаете, вот почему мы это делаем? Это еще раз показать, что независимо от возраста, это дети или взрослые, или даже наши ветераны, что мы вот такая единая и большая семья, и нам не безразлично, где мы с вами живем, как мы с вами живем. И главное показать вот эту радость, вот эту солидарность, что мы прежде всего называемся дмитровчанами. Готовится всеми коллективами очень интересное. Интересное будет шествие не просто с влагами, с улыбками, конечно, но это будет и масштабная такая, я говорю, и с машинами, и с техникой будет. Особенно, конечно, блок образования хочет нас удивить. Я думаю, что это реально все произойдет в жизни. И, конечно, то, что мы в этом году традиционно проводим на сегодня Международный форум народных танцев. Вы помните, прошлый год просто удивили многие коллективы, их будет у нас участвовать 40 коллективов из многих стран, и будет это на протяжении всего дня проходить. И изюминкой, конечно, то, что со всей России к нам приезжают люди, кто занимаются народными промыслами и ремеслами. Это тоже будет интересно, это будет представление всего творчества нашей Российской Федерации. Конечно, будет, как уже было сказано, много других мероприятий и окончание. Конечно, это концертом в 19 часов на нашей Советской площади и окончание в 22.00, фейерверк. Так, хорошо. Вопрос по интернету. Когда сделают тропинку между Махалином и Оборонной? Все ходят с детьми на работу и невозможно пройти после того, как пройдет дождик. Это, наверное, втором на поручении. Как раз тот, который асфальтированная дорожка. Сейчас все ходят по песочной. Значит, поручение было дано, берем на контроль обязательно. Так, и, наверное, последний прямой звонок. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте, Валерий Васильевич. Добрый день. Вот я по такому поводу звоню. Сейчас прозвучал вопрос, что кто-то оплатил и не дошли деньги за квартплату. Я тоже такой ситуации. 10 августа я заедет пошла через Сбербанк, через банкомат платить за квартиру. И деньги ушли у меня в подмосковной РФЦ. Вот. Я сходила в банк, написала заявление. Вот. Они сказали, от 5 до 30 дней, говорят, ждать. И говорят, у вас платеж не прошел, поэтому платите еще. Ну, вы знаете, у нас в семье два инвалида, мама пожила. И как бы нам не хотелось, потому что сейчас нас будут должникак считать. Мы обязательно разберемся. Я просто скажу, Дмитровский район в областной РФЦ не вошел. Да, нас заставляет, но мы туда пока не собираемся уходить. Это какая-то техническая ошибка наших служб. Мы завтра обязательно с этим разберемся. То есть, в принципе, есть возможность все-таки деньги вернуть назад? Да, но мы завтра будем разбираться обязательно, да. Я думаю, деньги не пропадут. Вот просто создана вот эта система, да, областного РФЦ, туда, потом обратно. Это лишние, да, платежи. И, конечно, это неправильно. То есть, ну, мы не входим в областной РФЦ. Это какая-то еще, говорю, техническая ошибка. То есть, у нас остается. Мы пока, да, боремся, чтобы мы были самостоятельными. Хорошо. Валерий Чирич, время пролетело быстро. Было достаточно много вопросов. Еще какие сообщения и пожелания будут? Нет, у меня одно только еще пожелание всем. Надо принять активное участие вне города. Да, предполагают вроде бы что-то с погодой, не все так в порядке. Маленький, небольшой дождь. Но я думаю, что Москва сделает все, чтобы дождя не было. Будут разгонять тучи. И они, я думаю, что не дойдут до нас. Всем прийти с хорошим настроением, прийти с семьей и показать, что вот мы реально такая большая семья, что мы хотим жить в мире, в согласии, чтобы, всегда говорю, чтобы побольше было счастливых детей, семей в нашем городе и районе. И еще раз огромное спасибо за большую помощь и поддержку, что произошло в это воскресенье. Хорошо, ну что ж, этими добрыми пожеланиями мы завершаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас был глава Дмитриевского муниципального района Валерий Васильевич Горилов. Я от вашего имени благодарю моего собеседника, успех вам. Спасибо, да. И мы с вами прощаемся ровно на неделю. В следующий четверг гостьем студии станет заместитель глава администрации района по социальным вопросам Алла Анатольевна Поспелла. На сегодня все. До свидания. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!